Эдисон Миранда Эдисон не знал Рождества с подарками от Санты. Не знал он шариков и торта со свечками на день рождения. Меня избивали ежедневно и всегда плохо со мной обращались. Все, что от меня хотели, это то, чтобы я работал. А мне так хотелось быть просто ребенком. В 9 лет не выдержав побоев и унижения, он сбежал из дома. После побега Миранда путешествовал по Колумбии, передвигался пешком или прыгал в кузова грузовиков. Он спал на земле, под деревьями, ел то, что находил в дороге и все то, что только можно было найти в мусорных баках. Он родил с такими же бездомными, как и он, детьми, но в основном был один. Часто думая о том, каким должно быть нормальное детство, у Миранды возникает желание найти мать. Когда Эдисон нашел ее и пришел к ней в дом, нынешний муж матери сказал «Выбирай, или я, или твой сын». Она отказалась от сына во второй раз. Он, маленький мальчик, остался один на один с огромным миром. Невозможно даже передать отчаяние, которое он тогда чувствовал. Однажды ночью мне приснилось, что я боксер. До этого я никогда не думал о боксе, ринге и перчатках. Я понял, что бокс будет моим спасением. Но путь к заветной мечте был непрост. Он сменял одну грязную работу на другую. Только для того, чтобы хватило денег на еду. А те деньги, которые у него оставались, Эдисон не пропивал, в отличие от большинства бездомных, а откладывал. И однажды насобирал достаточную сумму для денег для занятий в спортзале. Но испытания в жизни Эдисона продолжились. Боксер жил в зале, где после занятий убирал и мыл полы. Он спал рядом с рингом каждую ночь, страдая от комаров. А тренироваться часто приходилось на голодный желудок. Деньги на тренировки Миранда добывал, сдавая кровь и участвуя в уличных боях. Он не был от природы очень талантлив или вынослив. Ему все давалось очень тяжело. Но у него было упорство. И постепенно он становился все лучше и лучше. В боксерском зале, где он тренировался, висел огромный плакат с нарисованным на нем боксером. Эдисон часто представлял себя на этом плакате. Сам того не зная, Эдисон Миранда использовал технику визуализации. Уже после пяти месяцев тренировок 17 апреля 1997 года, едва только Эдисону исполнилось 16 лет, он дебютировал на любительском ринге. Миранда победил нокаутом в первом же раунде. Его перчатки были буквально заряжены. Он быстро вырос до национального чемпиона, а также был чемпионом национальных игр в 2000 году. Всего на его счету 132 любительских поединка, из которых 128 закончились победой и только 4 поражением. Из любителей он перешел в профессионал в 2001 году. Свою профессиональную карьеру он начал в Колумбии. Он сделал нокаут в первом же раунде, потом еще и еще. Его четвертый противник продержался два раунда, прежде чем упасть. Фактически первый 21 поединок Эдисон закончил нокаутом. Тем не менее он боролся за копейки в Колумбии, Панаме и Доминиканской республике. Он стал профессионалом в 20 лет, но приходилось туго, ведь промоутеры в Колумбии скрывали все деньги от его поединков. После пережитого, понимание Эдисона слова злоупотребления, вероятно, отличается от привычного нам. Говорят, он не зарабатывал ни копейки за большинство боев, только на еду и проживание. Ситуация изменилась, когда 24-летний Миранда подписал контракт в Соединенных Штатах. Это позволило ему переехать в Голливуд, штат Калифорния. Стив Бен Бассетт и Грег Вантман стали его новыми менеджерами. В США жизнь Миранды начала меняться к лучшему. Ему фактически гарантировали бои и зарабатывание денег. Промоутеры предоставили еду, квартиру и пообещали отсутствие ограничений, когда речь шла о расходах на тренировки и спарринге. В октябре 2005-го Эдисон Миранда вышел против Шервина Дэвиса. Мой оппонент должен понять одну вещь. Я буду вести себя как настоящий чемпион, как Мухаммед Али, Глен Джонсон, Бернард Хопкинс, качественные бойцы. Я выставлю его полным глупцом и преподам хороший урок. 21 октября 2005-го Эдисон Миранда нокаутировал Шервина Дэвиса. 24 марта 2006-го года в США Эдисону Миранде удалось громко заявить о себе, когда он сумел засрочно выиграть у известного британского боксера Ховарда Истмана. Миранда нанес Истману первое поражение нокаутом за всю его карьеру, когда рефери в седьмом раунде остановил поединок. Начало поединка прошло в невысоком темпе, но в пятом раунде Миранда разразился сильными ударами. Опыта и выносливости Ховарду хватило, чтобы довести раунд до конца, а уже в последующем раунде раскритаться с обидчиком успешными атаками. В седьмом раунде Эдисон Миранда достал Истмана серии, правый и левый апперкот, правый. В сентябре 2006 года Миранда вышел на ринг против чемпиона мира в среднем весе, немца армянского происхождения Артура Абрахама, за титул чемпиона по версии IBF. В конце четвертого раунда Миранда провел левый апперкот. Абрахам в это время раскрыл рот. В результате Эдисон сломал ему челюсть. После четвертого раунда Миранда перехватил инициативу, стал гоняться за чемпионом, пытаясь его нокаутировать. В середине пятого раунда Абрахам, уходя от атаки, пошел в клинч. Колумбийц попытался ударить его головой в левое ухо. Рефери дал передышку Абрахаму и снял два очка с Колумбийца за удар головой. Бой был на грани остановки, но чемпион изъявил желание боксировать дальше. Врач осмотрел его челюсть и разрешил продолжать бой. В середине седьмого раунда Колумбийц провел левый хук ниже пояса, но не в пах. Рефери приостановил бой, снял с Эдисона очко и сразу же продолжил поединок. В начале одиннадцатого раунда Миранда привел правый хук в пах. Рефери дал удохнуть чемпиону и снова снял очко с Эдисона. По окончанию боя все судьи отдали победу Абрахаму. Решение было спорным. События, которые развернулись в пятом раунде, Миранда описывал так. Я видел, что Абрахам сказал, что не хочет продолжать. Потом я услышал, как доктор и рефери сказали, что поединок остановлен и был объявлен технический нокаут. Я знал, что у него неприятности, но затем кто-то из его угла прокричал, что ему лучше драться дальше. Он пожал плечами и развернулся, чтобы продолжить бой. Я был уверен, что поединок закончен, поскольку они говорили между собой, что это делали с его лицом минут пять. Не думал даже, что можно потом снова продолжать бой после такого перерыва. Я люблю бокс во всех его проявлениях. Я боксировал в пределах правил. Удары, которые были расценены как нанесенные ниже пояса, приходились точно в область пояса. Ему было очень трудно держать эти удары. Это было видно по его реакции, но не потому, что они были нанесены ниже пояса. На следующий день после поединка люди ко мне подходили и говорили, что я заслужил победу в этом бою. Пояс остался у Абрахама, но в глубине души я знаю, об этом знают все мои фанаты, что я выиграл, и я настоящий чемпион. В июне 2008 состоялся их реванш. Накануне стояли никакие титулы, так как бой проходил во втором в среднем весе. В конце второго раунда Миранда провел левый апперкот в пах. Рефери остановил бой и дал немцу передышку. В середине четвертого раунда Абрахам провел встречный левый кросс, и Колумбийц оказался в нокдауне. Он встал на счет шесть. Абрахам бросился добивать. Он провел левый хук, и Миранда рухнул на канвас. Колумбийц вновь встал на счет шесть. Немец тут же выбросил левый крюк, и Миранда вновь рухнул на канвас. Рефери остановил бой, не открывая счет. Колумбийц находился на полу больше минуты. Он очень хорошо подготовился к тому бою. У меня нет никаких возражений, он был прекрасно готов и очень силен. Я не знаю, что случилось. Я был на 100% настроен на встречу, даже не знаю. Он был просто слишком силен сегодня. Абрахам – великий чемпион. 16 декабря 2006 года Эдисон Миранда одержал внушительную победу над Виллом Гипсом в первом же раунде. Сначала Миранда потряс своего противника мощным ударом правой. А затем серии ударов отправил противника на пол. Гипс таки не смог подняться до окончания счета рефери, который зафиксировал победу нокаутом на последней секунде раунда. Этот бой стал для Миранды дебютом на популярном телеканале HBO. Бой Эдисона Миранды против Алана Грина состоялся 3 марта 2007. Почти весь поединок Грину приходилось работать от защиты. С первых раундов колумбийцу удавалось потрясать противника, но бой таки не был завершен досрочно. В последнем 10 раунде Миранда ударом с правой снова потряс Грина, и после последовавшей за этим серией Американец заработал первый нокдаун. На счет 8 Алана смог подняться, но спустя некоторое время снова оказался на полу. Миранда кинулся через ринг на добивание, но до гонга успел нанести только один удар правой. По окончанию все судьи единогласно отдали победу Эдисону. 19 мая 2007 года. Эдисон встретился на ринге с Келли Павликом. Битва началась с самого первого гонга, когда боксеры обменивались ударами полные 3 минуты. А к десторам выступал Павлик. В том ключе, в котором и начался поединок, он провел его до 6 раунда. Похоже, что запас прочности Миранды исчерпался именно в этой трех минутке, и за раунд он дважды побывал на полу. После первого нокдауна Эдисону пришлось выплюнуть капу, чтобы заработать дополнительное время на восстановление. Однако спустя еще несколько пропущенных ударов, он вновь оказался на полу. На этот раз Миранду спас гонг. С началом седьмого раунда стало ясно, что в перерыве колумбийц не смог отдохнуть как следует. И начал пропускать удар за ударом, пока реферей не остановил избиение. Я хочу извиниться перед всеми своими фанатами, я подвел вас. Но я знаю, что делал все, что мог, чтобы выиграть эту встречу. Я хочу поблагодарить своих болельщиков за поддержку, и хочу пообещать, что я вернусь на вершину и выиграю титул чемпиона мира. Я понимаю всю важность этого боя для моей карьеры, моих фанатов, и больше всего для руководства HBO, которое организовало мне поддержку после событий в Германии. Перед этим поединком я столкнулся с трудностями, которых у меня никогда не было. Это мой вес. За два дня до взвешивания я ничего не ел, не пил. Я вышел в ринг слабым и больным, но я отдал в бою все, что у меня было. Келли Павлика я хочу поздравить с победой. Для меня это было честью оказаться в ринге с боксером, который думает и действует так же, как и я. 30 октября 2007 года. Эдисон Миранда столкнулся с Генри Парасом. Я отдохнул и с нетерпением жду выхода на ринг. Я обещаю своим поклонникам, что в бою с Парасом я буду еще лучше, чем раньше, и обязательно одержу победу нокаутом. Так и случилось. Эдисон Миранда успешно дебютировал в рамках второго среднего веса, победив поэрториканца Генри Параса. Бой был остановлен в пятом раунде, после того, как Миранда обрушил на своего оппонента град ударов, от которого тот не смог защищаться. 11 января 2008 года в Голливуде Эдисон Миранда столкнулся с Дэвидом Бэнксом. В третьем раунде Миранда нанес удар справа, после которого Дэвид Бэнкс выпал за канаты. И хотя он смог с большим трудом из них выкарабкаться, рефери принял решение остановить поединок, так как Бэнкс был не в состоянии продолжать бой. Этот поединок стал для Миранды вторым после перехода во второй средний вес. И колумбиец, которому так не удалось завоевать чемпионский пояс в среднем весе, пообещал всем своим поклонникам, что 2008 год станет для него более успешным, чем предыдущий. Этот бой принес Эдисону Миранде еще и традиционную награду за лучший нокаут года от американского телеканала SPN. Бой Эдисона Миранды против Мануэля Испарзе, состоявшийся 14 января 2009 года, стал его успешным возвращением на ринг, после тяжелого поражения в реванше с Артуром Абрахамом. Эдисон победил техническим нокаутом в третьем раунде. После моего проигрыша Абрахаму, мое экономическое положение ухудшилось, как и экономическая обстановка США. И я планирую исправить и то, и другое, начиная с этой победы нокаутом. Это лишь начало. Я научился контролировать свой вес в перерывах между боями. И сейчас мне жаль любого, кто решится выйти против меня на ринг в 2009 году и последующие годы. Я готов встретиться с любым претендентом или обладателем чемпионского титула. Но готовы ли они к этому? Я стал быстрее и сильнее, чем раньше, и я обещаю своим поклонникам, что ни один из моих соперников не продержится против меня дольше пяти раундов. 20 марта 2009 года в Лондоне Эдисон победил техническим нокаутом в пятом раунде боксера из Уганды Джо Вегаса. Миранда начал бой в привычной для себя агрессивной манере, но его соперник не был склонен к обострению, и поэтому ему удалось уходить от мощных ударов Миранда. Однако уже в третьем раунде Колумбийц дважды отправил противника в нокдаун. Вегас сумел устоять на ногах в четвертом раунде, но уже в следующем раунде рефери остановил бой после того, как Миранда провел очередную безответную серию ударов. 16 мая 2009 года Эдисон Миранда проиграл по очкам олимпийскому чемпиону 2004 года, американцу Андре Уорду. Уорд, который заработал рассечение над левым глазом после неумышленного столкновения головами в первом раунде, превосходил Миранду в скорости и легко уходил от агрессивных атак. Но получив достаточный перевес по очкам по ходу поединка, Уорд откровенно избегал боя в последних двух раундах. Не могу сказать, что я совсем не чувствовал давления из-за того, что боксировал в родном городе, но я был очень собранный и продемонстрировал это в ринге. Миранда попал по мне несколькими хорошими ударами справа, но потрясти ему меня не удалось. Эдисон никогда раньше не дрался с левшами, и мы учли, что он испытывает из-за этого проблемы. Я находился в постоянном движении по необходимости, ведь Миранда любит, когда соперник остается в одной точке. Я готов встретиться с любым из действующих чемпионов. Я не думал, что этот бой окажется таким сложным. Уорд оказался намного сильнее, чем я ожидал. Судьи вынесли справедливое решение. Анри Уорд чемпион, и я его уважаю. 22 октября 2009-го Эдисон Миранда эффективно вернулся в ринг, уничтожив 21-летнего мексиканца Франциско Сьерру. Менее чем за один раунд. Уже в начале поединка колумбийц попал к коротким правым висок, и Сьерра упал лицом вниз и не смог подняться до окончания отчета. Таким образом, Миранда стал обладателем регионального титула, и подтвердил, что он по-прежнему является одним из самых опасных нокаутеров в среднем весе. 17 апреля 2010-го Эдисон Миранда встретился с Лучианом Буте. Я видел первый бой между Буте и Либрадо Андрадо, и это зрелище сделало меня поклонником Лучиана. Его манера боксировать меня покорила, этот парень заслуживает восхищения. Тем не менее, я выйду в ринг, чтобы драться и победить. Не имею против Буте ничего личного, но я буду готовиться максимально упорно. В принципе, я могу и не выиграть, но обещаю, что зрители не пожалеют о том, что купили билеты на этот бой. Я очень уважаю Буте. Лучиан настоящий чемпион, и у него действительно большое сердце, как и у меня, и поэтому я с радостью сражусь с ним. Эдисон проиграл Буте. В третьем раунде Миранда пропустил несколько ударов в голову, и чтобы показать, что они не принесли ему никакого вреда, начал опускать руки и кривляться. Спустя некоторое время Эдисон пропустил уже ощутимый левый апперкот точно в подбородок, который отправил его на настил ринга. Он смог подняться до окончания счета рефери, но был явно потрясен, и рефери остановил поединок. 4 июня 2011 года Эдисон Миранда в Атлантик-Сити в рамках полутяжелого веса провел в поединок с американцем Райко Сандерсом. Эдисон вышел на ринг с максимально допустимым в этой весовой категории показателем, с самым большим весом в своей карьере. Миранда одержал победу по очкам единогласным решениям судей. Свой следующий поединок он провел против Йордания Сэндис Пайна. Когда я прибыл в Лас-Легас, я посмотрел на небо и увидел там звезды, но не увидел там этого парня. Он никто. Он даже не боец. Как ему удалось обмануть своего промоутера и заставить его думать, что он боец? В своем последнем бою я так избил русского боксера, что ему понадобилась операция на глазу. А этого парня я просто нокаутирую. Бой получился зрелищным благодаря действиям обоих боксеров. Однако во втором и третьем раунде Миранда ударил своего соперника ниже пояса. И рефери вынес ему два предупреждения. В пятом раунде один из ударов колумбийца опять пришелся ниже пояса. И рефери остановил бой и дисквалифицировал Миранду. Оба боксера дали согласие на матч-реванш. 18 декабря 2011 года состоялся бой между Эдисом Миранда и кенийским полутяжем – Коризом Корьююки. Колумбийц показал, что еще рано его списывают со счетов, досрочно победив опытного кенийца. Почти весь бой проходил под диктовку Миранды, который в пятом раунде ударом с левой отправил африканца на настил ринга. После возобновления боя Миранда обрушил на потрясенного оппонента град ударов, заставив рефери остановить поединок. После этого боя Эдисон Миранда потерпел серию из четырех поражений подряд. 3 февраля 2012 года он проиграл Исаку Челембу – единогласным решением судей. 8 сентября 2012 года произошел бой за вакантный титул WBC International в полутяжелом весе. Эдисон проиграл техническим нокаутом в девятом раунде. 28 сентября 2013 года единогласным решением судей проиграл Элейдеру Альваресу. 10 июля 2014 года в бою за титул WBC Латина в тяжелом весе он проиграл единогласным решением судей Юниелю Дортикасу. Свой последний поединок в карьере он провел 7 сентября 2014 года в шестираундовом поединке против Даниэля Нагейры, где победил нокаутом в первом раунде. В конце января 2015 года Эдисон Миранда вместе с 28 другими людьми был объявлен в розыск Федеральным управлением США по борьбе с наркотиками. В списке обвинений – сговор с целью ввоза и вывоза наркотиков, отмывания денег и отмыванием денег на международном уровне. Миранда и еще трое других людей не были обнаружены. Однако долго скрываться ему не удалось. 9 февраля он явился с повинной в полицию Пуэрто-Рико. Внес 10 тысяч долларов залога и был отпущен домой во Флориду с условием, что в любой момент дня и ночи будет доступен для проверки. На этой грустной ноте наша история подходит к концу. Давайте подведем итоги. Чемпионский пояс так и не покрылся Эдисону, хотя он трижды пытался его завоевать. За свою профессиональную карьеру Эдисон провел 46 боев. 36 из них он выиграл и 10 проиграл. 31 победа была добыта нокаутом. Выступления Эдисона Миранды часто вызывали много споров и обсуждений. Сопровождались критикой и скандалами. Его постоянно обвиняли в использовании грязных приемов во время боя. Но несмотря на обвинения и критику в адрес этого спортсмена, были и те, кто относился с уважением к Эдисону. Его уважали за волю к победе и сильный характер, которые позволили ему подняться в элиту бокса с самых низов. Миранда Эдисон известен всему миру как боксер, сделавший себя сам. Это человек, который смог изменить не только свою жизнь, имея на это просто ничтожные шансы, но и построить успешную карьеру в спорте. На протяжении всего его пути рука об руку с ним шла вера. А успех в спорте стал результатом тяжелой работы и жесточайшей дисциплины. Друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка внизу в описании. Множество контента, которое не будет на ютюбе, будет там. Также ставьте лайки, пишите в дирек, буду рад со всеми пообщаться. Также не забываем про поддержку и мотивацию, а лучшая мотивация – это финансовая мотивация. Ссылочки также в описании.